Так, 18 мая 2024 год, активно я рекомендовал пользоваться картой Дипстейт для того, чтобы определять там наступление на Харьков, там любое продвижение фронта. Но сейчас как раз я предупреждал, что единственное, что вам грозит, это иногда, по понятным причинам, не обновляется карта Дипстейт, дабы не показывать продвижение врага или наоборот наших частей продвижения. Сейчас ровно та ситуация. Сегодня 18 мая, а последний раз обновлялась 16 мая. Карта Дипстейт, сейчас покажу еще пару вариантов. 18-я. Подожди, это сегодня получается 80 лет со дня депортации татар, да? Правильно? В 1944 году депортация татар состоялась. Ладно, при всем уважении, давайте сейчас все-таки про Харьков. Открываем. Ну, показать еще раз, как набирать. Ну, Дипстейт набирать. Дип. Ну, Дипстейт мэп. Я не буду уже долго этим заниматься, чтобы время не терять. Вот у нас 16-е обновление, да? То есть можно промотать назад. Но вперед, вперед только до 16-го числа. Опять же, вы помните, да, схему? Нажимаете на эту линеечку и меряете. Вот от места россиян до, допустим, Натальи Ужвей. 20 с лишним километров. В 20 километров грады добивают опасно. 15 ствольные. В 4 раза опаснее. Если 7 километров, это уже в 25-100 раз опаснее. Надо гражданским делать. Брать руки в ноги. Да, сейчас посмотрим, где липцы. То есть я говорил, я в прошлый раз мерил, что когда до липцев дойдут, вот липцы, да, начинаются. Когда захватят липцы, тогда уже с Натальей Ужвей лучше переезжать куда-то вглубь Харькова. Ладно. Смотрите, как у нас есть второй вариант. Сейчас. Второй вариант у нас есть. Набираем карты Фернс. Там, где карты пожаров. Узнать Фернс, где идут бои. Earth Map. Вот у нас насовские снимки. Из космоса показывают. 24 часа. Today, 7 days. 24 часа. Там отдельное видео есть. Можно посмотреть конкретно. Ну, пускай будет 24 часа. Вот у нас источники пожаров за последние 24 часа. Что у нас в Харькове? Так, жди. Где мы? Ну, правильно. Вот. Вот Харьков. Вот у нас липция. Никаких источников пожаров нет. Ну, давайте посмотрим. За... Нет, это не то. 7 days. За неделю. Вот она у нас показывает, где были бои. То есть, это пожары, которые были... Причиной которых боевые действия. Понятно, да? Плохо тут то, что предупреждают они заранее. Today, допустим, что облака скрывают. А у нас, допустим, сейчас в Запорожье. Запорожье. Ну, возле Орехова. Гроза идет. Так что вообще никаких. То есть, еще один вариант, как вам смотреть. Ну, опять же, мы видим, что сейчас пока не видно. Никаких активных боевых действий. Но это не значит, что их там нет. Я же говорю, может, это просто облака закрывает. Ну, будем надеяться на лучшее, да? Хорошо. И последнее, что я вам хотел сказать, это... Вот у нас карта. Что у нас? Давайте я сейчас попробую с английского перевести. На ходу. Это у нас 24 часа... 23 часа назад. Смотрим. Вот у нас. Тут карта гораздо хуже. Но вот мы узнаем водохранилище. Вот до Липца уже приближается фронт. То есть, это сутки назад была сделана запись. Что тут пишут? Харьков Offensive has been... Так, наступление на Харьков продолжается. Ну, в разгаре. Там, не знаю, наверное, так лучше перевести. Россияне имели изначальный успех. Но украинцы оказались способны сдержать российские силы от продвижения глубже. There are many narratives and claims surrounding the situation. Много есть. Ну, то уже дальше такое разглагольство. Ну, в общем, вот эта карта, которая... Свежая и достоверная, на которую я могу более-менее полагаться. Ладушки. Смотрите, ждем, когда обновится Дипстейт. И опять же говорю, помните, гражданским... Я все время обращаюсь к гражданским. Когда до вас доходит фронт 20 километров от вас, конечно, вам лучше. Никакого, конечно, захвата Харькова не будет. И до Харькова они не найдут, я уверен. Но если уже до Липсов зайдут, захватят Липсы, что возможно, да, то на Наталью Жви уже будет довольно жестковато. И лучше вам оттуда куда-то переместиться там за героев труда. Разница радикальная в нанесении разрушения. Одно дело, когда до вас там эти самые прилетают баллистические ракеты. И когда-никогда одна, две, три на горах. А другое дело, когда пакет градов. То есть, как только от вас до фронта будет 20 километров, знаешь, руки в ноги подальше от фронта. Когда 15, это вообще вам торопиться надо, а 7 или 3 километра от фронта, я же говорю, это... Посмотрели мое видео, следующее, что вы увидите, может быть, апостол Петр. Ну, в общем, хватит, я думаю, лекций.